и с ним нельзя общаться. Пожалуйста, можете ответить для детей, почему это не так? Давайте попробуем. Во-первых, мы прививаем человека ненастоящим коронавирусом. И важно, в спутниках вообще нет ничего от натурального коронавируса нет. То есть, как произошло? Мы взяли, расшифровали генетический код этого самого вируса. Он был известен уже в январе 2020 года. И любой желающий может пойти и его найти. Вот этот самый геном коронавируса. Мы разобрались, какой участок генома отвечает за синтез СБЛК. И мы эту самую инструкцию сами переписали. И поместили внутрь носителя аденовируса, предварительно отрезав тому органы размножения. Он не способен размножаться в наших клетках, поэтому никакого распространения даже вируса-носителя, то есть аденовируса, не произойдет. Ну и коронавируса тем более, потому что от него там только одна единственная инструкция по сборке одного единственного белка, который помогает этому самому вирусу проникать внутрь наших клеток. Мы так имитируем болезнь. То есть мы показываем иммунитету. Вот смотри, из клеток выходит СБЛК, значит мы болеем, значит нужно вырабатывать антитела к нему. И да, иммунитет, дурик такой, он ведется как раз вот на эту разводку и начинает вырабатывать антитела. Причем, что интересно, сразу, непосредственно на СБЛК. А когда мы, например, болеем, мы там очень долго перебираем. У нас очень долго все это возревает, созревает, там борются друг с другом и прочее, прочее. А здесь сразу раз, и у нас правильный, нужный иммунитет. На самом деле, если бы мы умели заражать друг друга вакцинами, это было бы просто великолепно. Такое срабатывает только с полиомиелитной вакциной. Она дается внутрь. Человек, вернее, ну это делается в детстве, соответственно, ребенок выделяет ее, в том числе, через свой кишечник и таким образом еще вакцинирует детей вокруг. С коронавирусной вакциной так не срабатывает. Поэтому никакого заражения ничем вообще, даже теоретически, произойти не может.